И вновь ремонт блоков ЭБУ Тахац Меркури Ниссан Марин. Прибыло на ремонт. Это Астраханский блок, двигатель год в ремонте. Говорили, что троит из-за того, что проблема в блоке. Пробуем. Пробуем. Блок исправно работает. Двигатель еще холодный. Это первый запуск. Ставим на паузу, пусть поработает. Продолжается дальше работа нормальная. Это Астрахань. Человек в две фирмы обращался по ремонту. Ему сказали, что проблема в блоке управления. Как видим, это не так. Все отрабатывает. Индикация сбрасывается. Блок выходит в режим работы на малых. С прогревом. Сначала идет легкая подгазовка. Это так заложено программой. Все исправно работает. Поэтому, ребята, определяйтесь. С неисправностями, правильными. Иначе... Ну, как сказал клиент, что этот блок ставился на другой двигатель. Он не заработал. Я что-то сомневаюсь. Как видим, он исправно работает. Установлен блок управления. Из Архангельска. Проблема случилась. Какие-то провода где-то замкнули, где-то закоротили. И это от самого человека звучало так. На самом деле, не допускайте, ребята, этого никогда. Осматривайте двигатель. Чтобы этого не случилось. Значит так. У него замкнули провода. Выгорел пин. Выгорел каскад. И урон достаточно серьезный. При этом схемотехника блока другая. Другая схемотехника блока. Пин пришлось заменить. Он обгорел. И, в общем-то, чудес было достаточно. Пробуем запускать. Вчера он пришел. Архангель. Все работает. Вообще, блоки вот эти более современные. Они доработаны. И я фишку понял. Интересно. Но завод принял к светению. Наверное, видео смотрел, от чего горят блоки. Но мне понравилось. Но, в любом случае, от русского человека это не защищает. Как видим, все равно находятся герои, которые, ну, как могут здесь замкнуть где-то провода. Но уверен, что была попытка ремонта. Где просто зачистили, просто замотали. Как получилось. И решили, что это не сильно важно. Ребят, относитесь к работе так, как будто делаете для лучшего друга. И все у вас будет получаться. Архангельск работает. Сегодня в ночь я его сделал. Так что, ребят, без переживаний обратно отправочку ждите. Все исправно. Контролька замерзшая, поэтому я не переживаю. Вон, водичка там идет. Это главное. Циркуляция идет, я вижу. Лед даже начал таять. У нас сегодня прекраснейшая погода. Идти на рыбалку. Но рыбалка это когда нет работы. А тут ночь сегодня была в проекте. Так что Архангельск. Возьмите свой блог, получите. Я думаю, отправлю также экспрессом и еще. Ребята, которые отправили блок от токацию карбюраторного трехцилиндрового. Не переживайте. Я помню о вас. Просто не все там просто. Поэтому немножечко затянул. Прошу прощения. По-другому там нельзя. Это как на минном поле. И еще для тех, кто пытается расплавить компаунд. Он не расплавляется ничем. Это химически нейтральный состав. И многие даже на сервисах задают вопрос, как расплавить. Ну вот парень хотел починить, но вот расплавить не может. А дышать этой химией он не горит желанием. Ну, значит, не надо дышать. И еще. Не все так просто. Не все так, скажем, сложно. С одной стороны. Но если усидчивость есть и желание, то, наверное, можно достичь многого. Вопрос от того, кто рядом. Сейчас даем немножко постоять и сделаем еще один пуск. Эти блоки немного доработаны и сделаны по другой концепции уже. Индикатор отработал. Плачок работает. Ну, в общем, все нормально. У нас уже рыбаки на льду. Все в том же месте. Ребят, в общем, старайтесь не подвергать движки, какими бы они ни были. Сейчас очень сложная ситуация с железками. Есть выходы, есть все. Но лучше не допускать. Значит, что касается пина в этом блоке. У меня есть смутные сомнения, что либо действительно там была оплошность с проводами, либо... Ну, что-то мне тут подсказывает. Да, скорее всего, все-таки с проводами, потому что перепалисовочка выглядит более жестокой на этом фоне. Здесь не так жестоко, но вскрывать пришлось. Пришлось подпилить здесь и поддобраться здесь, скажем так. Все восстановлено, так что Архангельск не переживайте. Дальний Восток. Отказ одного цилиндра. Блок лежит. Тоже и прошу прощения, пока не доходят руки. Да, вот там немножко есть нюансы. Вот. Ну что, видео надо завершать, иначе оно очень длинное получается. Ребят, хорошего вам настроения, зимних удачных рыбалок и счастливой обстановки в ваших уютных домах. Это очень важно. Ради этого стоит жить. Всем спасибо.